проволочное кольцо равномерно заряжено зарядом q радиус кольца r ось кольца направлена вверх назовем ее осью z надо определить вдоль этой оси напряженность электрического поля выберем какую-то точку находящуюся на расстоянии b от центра кольца существует только одна формула для вычисления напряженности поля формула для точечного заряда для точечного заряда здесь заряд q создает электрическое поле то его напряженность на расстоянии r определяется таким выражением 4p ε0 r2 ε0 это электрическая константа которая там чему-то равна r2 здесь у нас нет точечного заряда есть заряд расстояние по всему объему поэтому мы сами сделаем точный заряд выделим маленький элемент длины на который будет приходиться не весь заряд q а только его часть и из пропорции определим чему равно это dq как оно связано с dl очевидно что если мы dl увеличим в 2 раза dq у нас в 2 раза увеличится то есть они должны быть пропорциональны проверим так ли это q у нас будет распределено по всей длине 2pr а dq маленький заряд p находится только на участке dl если мы отсюда выразим dl из пропорции dq то у нас получится dl разделить на 2pr вот это величину часто называют линейной плотностью заряда линейная плотность этот маленький заряд создается в точке в которой мы выбрали напряженность поле который мы обозначим d e это величину d e мы сможем записать по формуле точного заряда будет у нас создаваться не зарядом q а маленьким зарядиком dq а все остальное будет то же самое где r квадрат это будет длина радиуса вектора проведенного из нашего заряда в точку где мы ищем напряженность поля здесь у нас написан модуль вектора если мы рассмотрим все остальные зарядики dq элементарные то они будут создавать по аналогии с этим такие вот d e и все они создадут в нашей точке напряженности поля направленные совпадающие с образующими конусом d e каждый из них будет создавать естественную напряженность очевидно что сумма то есть ответ по сути дела готов e равно сумме этих вот d e векторов дальше остается только математика математика будет заключаться в том что у нас можно складывать можно складывать не все не вектора а складывать только проекции на ось z то есть е будет равна ez модуль е будет равен ez проекции на этом направлении а здесь у нас будет стоять d e умножить на косинус альфа проекции а уголочек альфа мы выберем вот такой и вертикальный с ним здесь уголочек альфа d e мы знаем чему равно осталось нам косинус найти который был бы хорошо выражен тоже через r или хотя бы через известную величину которую мы сами задали b расстояние до нашей точки ну собственно говоря из вот такого треугольника у нас так и получается косинус альфа это будет отношение три лежащего к углу катета который мы назвали буквой b к гипотенозе r и сюда этот косинус подставим и d e подставим и у нас получится значит d q мы тоже сюда подставим и получится такая вещь q умножить на d e разделить на 2 p r разделить на 4 p r маленькая в квадрате и умножить на b делят на r ответ должен быть выражен только через величины которые даны а r у нас не дано поэтому мы его должны выразить через известные величины мы потеряем фагора выразим его через r большое и наше расстояние b r маленькая это будет гипотенуза r маленькая будет равна в квадрате r в квадрате плюс b в квадрате здесь у нас будет r в кубе и дальше мы делаем что мы выносим все константы равно q b 2 p r 4 p r в кубе мы заменим вот эти выражения r в квадрате плюс b в квадрате в степени 3 в 2 как раз r в квадрате и получится здесь у нас останется интеграл d l который конечно же равен который конечно же равен 2 p r нужно для того чтобы сократилось вот это вот 2 p r получим такой ответ q b 4 p и 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 В квадрате в степени 3 вторых.